В интернете раздуто там так, что прям вот такие прям ужасные условия. Ну как бы я туда вот хожу, в нашу амбулаторию. Ну временно, конечно, там тесновато, там туда-сюда. Но ведь никто не был туда, куда переехала Боровская поликлиника. Там куда хуже условия. И никто не предлагает людям Бора, чтобы они ездили в Ачинск на прием к терапевту, правильно? А нам сейчас хотят предложить в Сахновку ездить. Я вот тоже инвалид. Это же какие-то временные, то есть вот эти вот, ну, пока там делается ремонт, и все будет, то есть, ну, на круги своя вставят. Давайте уточним, ко мне вопрос, какой первый? Это оставить? Вас не устраивает? Либо все-таки, что это? Ну, а как вот нам в Сахновку добираться? Вакцина, мобиль же приезжает. Машину тоже заправляет нас. Ну, есть какие-то, ну, всегда есть какие-то временные, ну, временные трудности, но это же это временные трудности, связанные с тем, что там делается сейчас ремонт. Сделается ремонт, все, амбулатория заработает. Да, она и так работает. Нет, она и так работает. Я хожу туда. Илья Александрович, сможет ответить не так? Ваша редакция? Михаил Александрович, ну, это вообще ваша сегодня идет сход граждан? Да, конечно, сможем ответить. Знаешь, что предложение было такое? Я руководитель информационного агентства «Запад-24». Предложение было какое? Что как раз помещение сельсовета задействовать по-другому агенту. Чтоб маленькие чиновники ужались и предоставили эти помещения врачам. И вот тогда мы были разговоры. Это надо к чиновникам обратиться и сказать, если кто-то, допустим, если глава готов свой кабинет освободить, ну, пускай даст, проблем-то нет. Вот мы это и предлагали, конечно. Потому что мы были разговоры. Там у них отдельное помещение, там у них есть прийти, куда и выйти. А мы тут все работники сидим в сельсовете. Не столько нас уже. В библиотеку мы сжались, а все туда сделали. Нет, сегодня вам можно было ужаться, въехать в здание библиотеки, в помещение. Давайте ужарить это, что освободим администрацию, заселим туда. А больница пусть работает, это вообще не все. Вы видите, к чиновники сегодня не хотят вам предоставить свои помещения. Поэтому вам предоставили разбитую библиотеку. Разговоры-то вот об этом был. Существует ряд критерий по обслуживанию населения медицинскими услугами. Меры мы принимаем, решаем вопросы дальше. Конечный результат все-таки, потому что вы прекрасно понимаете, что не мы одни принимаем это решение. Мы хотим, чтобы вы посодействовали, чтобы никуда ничего не переводили, чтобы осталось все дорого. А сегодня речь идет о том, что вас переведут, что ли? Ну вообще разговоры там чуть-чуть. А кто эти разговоры ведет? Решаем эти вопросы, ну как бы... Я пока вам не готов открыть этот вопрос. Зачем это нам надо? Конечно, это не вариант, это вообще неправильно. Мой совет не вариант. Конечно, это по вкусу вообще. Будем решать, и, конечно, результат, в любом случае до вас доведем. Хорошо. Спасибо. Спасибо.